А с кладбища с горы далеко-далеко видел отрезок. Это строки из эссе Шукшина, его воспоминания о деревне Сростке. Ностальгическую атмосферу передает Алтайский оркестр русских народных инструментов «Сибирь». Особенно, когда еще ты говоришь устами Василия Макарьевича Шукшина, у которого каждое слово что-то значит, оно одновременно и простое, и смысловое. И, в общем, я стараюсь донести мысль, отвечая на вопрос, испытал удовольствие. В первом отделении также звучали воспоминания о малой родине от Михаила Калашникова, Германа Титова, Роберта Рождественского и Валерия Золотухина. А после оркестр аккомпанировал уже певцам. Иван Немченко выступил в Кубанском казачьем хоре, однако с Алтайским оркестром «Сибирь» знаком не понаслышке. Спеть с оркестром «Сибирь» – это дорогого стоит. Но для меня это, конечно же, глубокие, теплые воспоминания, когда еще был студентом в Алтайской государственной академии, я пел с ними. И спеть снова – это, конечно, подарок такой для души, для сердца. Подарок для души получили столичные зрители. Они были приятно поражены уровнем и красотой исполнения. Недаром Алтай переводится как «золотые горы» вроде бы, да, с казахского языка. Но привезли не просто «золотые горы», а платиновые. И настолько россыпь вообще художественного слова, инструментов. Все в такой гармонии невероятной. Я прям запах даже Алтая почувствовала. Накануне оркестр «Сибирь» представил программу в концертном зале Академии имени Гнесиных на 20-м всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка России». Выступления исполнителей высоко оценили гости и этого учреждения. Визитные карточки отечественного музыкального искусства. Завершились гастроли с Сибири уже не на сцене. Последний концерт столице артисты дали военнослужащим в Центральном госпитале имени Вишневского. Мария Мацайова, Данил Кузнецов. День с толком.